Многие ученые, занимающиеся проблемой поиска внеземной цивилизации, уверены, что рано или поздно человечество вступит в контакт с инопланетянами, обитающими где-то во Млечном Пути. К сожалению, специалисты не могут предсказать, как они будут выглядеть и как отнесутся к людям, но можно спрогнозировать уровень их технологического развития. Давайте посмотрим на новые исследования, в которых ученые попытались предугадать примерный портрет инопланетной цивилизации, которая когда-нибудь вступит с нами в контакт. Всем привет! С вами Фенимор. Любая цивилизация, достигшая такого технологического уровня, что для нее осуществимы межзвездные перелеты, должна стать заметной для астрофизиков. Но молчание космоса, которое легло в основу парадокса Ферми, намекает на то, что в окрестностях Солнечной системы развитых цивилизаций нет, так как пока ученые еще не нашли никаких признаков того, что человечество не одиноко в Млечном Пути. Не хочу ни на что намекать, но попробуйте поговорить с муравьями или тараканами, и сами поймете, что я хотел вам сказать. Прежде всего, нужно понимать, что именно следует искать. Ученых интересуют цивилизации, потенциально способные контактировать, а значит, они должны оставлять техносигнатуры, какие-то признаки присутствия технологии, которые видны с большого расстояния и которые невозможно скрыть. С помощью статистического анализа можно спрогнозировать, что человечество заметит в первую очередь. Если предположить, что во Млечном Пути действительно существует кто-то, кроме человечества, и эти кто-то находятся на разных этапах технологического развития, то можно даже приблизительно определить, с кем именно мы столкнемся в первую очередь. Это не обязательно будет непосредственный контакт, но мы можем убедиться в существовании внеземной цивилизации с помощью астрономических наблюдений. Вот мне интересно, какие такие сигнатуры, мусор на орбите что ли, или наши летающие пороховые бочки? А что если у них все иначе? Разумно предположить, что характер контакта в значительной степени зависит от технологических возможностей иной цивилизации. Этот же фактор определит само отношение человечества к собратьям по разуму. Одно дело, когда мы обращаемся с теми, кто находится на той же ступени развития, а другое, когда мы находим цивилизацию намного старше нас самих. Чем дольше существует разумная жизнь, тем большими технологическими возможностями они, скорее всего, обладают, в том числе и возможностями по установлению контакта. Остается только понять, с кем человечество столкнется реально. Согласно теоретическим моделям, даже если наивно предположить, что во Млечном Пути полно молодых цивилизаций, а старые и древние встречаются редко, вероятность контакта пропорциональна возрасту цивилизации. Именно поэтому сосредоточенное внимание на поисках технологий, аналогичных нашим, не приведет к успеху. Попробуйте объяснить бабочке, что такое Вселенная и научить ее космическим полетам на орбиту. Ученые пришли к консенсусу в том, что сам успех сети зависит от того, насколько инопланетные цивилизации долговечны. Причем долговечны именно в технологическом смысле. Техносигнатуры должны существовать тысячи или даже миллионы лет. Может быть, даже сама прародившая их цивилизация исчезнет, подобно тому, как исчезла древнеегипетская культура, построившая великие пирамиды. Например, инопланетяне могли оставить после себя межзвездные маяки или запускать зонды, которые продолжают бороздить космос. Такие зонды гипотетически способны к репликации, то есть созданию копий самих себя, и могут распространяться по всей галактике. Один из таких примеров – гость из далекого космоса Амуамуа. Так что же такое проект сети? Под сети понимаются любые исследования, направленные на поиск внеземного разума и вступление с ними в контакт. Ученые этим занимаются с 1959 года, пытаясь выявить радиосигналы на длине волны 21 см и частотой 1420 МГц. Считается, что любая технологически развитая цивилизация будет пытаться установить контакт именно на этой частоте. Однако, до сих пор поиски не увенчались успехом, хотя были просканированы тысячи звезд. В настоящее время проект сети, как правило, финансируется за счет частных средств. И исследователи сохраняют оптимизм и считают, что контакт удастся установить в ближайшее время. Вот только ищут, как всегда, не то и не там. Авторы исследования отделили возможные типы техносигнатур по длительности их существования. Тип А может достигнуть возраста тысячи лет, что сравнимо с временем технологического развития земной цивилизации. Тип Б способен просуществовать так же долго, как биологический вид около миллиона лет. Наконец, тип С существует как минимум миллиарды лет. Самые долговечные техносигнатуры не обязательно могут быть построены цивилизациями высокого уровня. Например, разумные виды, только что освоившие полеты за пределами планеты, могут оставить космический мусор, загрязнять атмосферу вредными выбросами, либо послать межзвездные зонды на химических ракетных двигателях. Люди пока еще не произвели техносигнатуры типа А. Если рассматривать радиосигналы или следы промышленной активности в атмосфере Земли. Но зонды Вояджеры, Пионеры и Новые Горизонты способны в далеком будущем стать техносигнатурами типа Б и даже С. К типу С также относятся более экзотические объекты, как, например, маяки или мегасигнатуры, вроде сферы Дайсона. Любая такая техносигнатура, которую мы можем обнаружить, должна будет просуществовать очень долго, примерно около миллиона лет. Мы можем также натолкнуться на более молодые техносигнатуры, но только при условии, что они широко распространены во Млечном Пути. Поэтому рациональнее всего ожидать, что если мы сможем наблюдать признаки существования иной цивилизации, она технически будет сильно отличаться, и ее уровень развития будет намного выше нашего. Более того, значительная часть потенциально обнаруживаемых техносигнатур в Млечном Пути, скорее всего, принадлежит цивилизациям, которые давно уже вымерли. Значит, контакт с инопланетянами будет больше напоминать археологию, только вместо лопаты телескопы, способные разглядеть следы уже потухшей деятельности. Для успешного поиска инопланетян нужно отказаться от антропоцентризма и отдать предпочтение выявлению мегаструктур, маяков и межзвездных зондов, которая могла бы создать цивилизацию второго типа по Кардышеву или даже развитый искусственный интеллект, оставшийся после своих создателей. Такие признаки встречаются намного реже техносигнатур типа А, но их проще обнаружить именно за счет их долговечности. Стоит не забывать, что для развитой цивилизации, которая существует тысячелетия, уже неприемлемы переходные сигнатуры, такие как загрязнение атмосферы планеты или влиять как-то на изменение климата, поскольку это выходит за рамки их восприятия гармонии. Выход в космос, освоение межзвездных маршрутов, постройка гигантских сооружений, способных вместить сотни, тысячи или даже миллионы живых существ, являются логичным шагом для инопланетян, которые собираются просуществовать еще очень долго. Поэтому остается довольно высокий шанс, что человечество вступит в контакт с еще живой цивилизацией, которая сумела выжить и достичь невероятных технологических высот. Классические поиски сети, которые направлены на выявление знакомых нам техносигнатур, например, узкополосных радиосигналов и оптических лазерных импульсов, за 60 лет наблюдений не увенчались успехом. Хотя нельзя сказать, что инопланетяне не могут использовать подобные примитивные средства коммуникации. Следует также признать, что высокотехнологическая цивилизация может использовать совсем иной тип космической связи. Квантовая коммуникация предпочтительна с точки зрения безопасности и эффективности. Искать в небе световые маяки, которые хорошо заметны, но практически бесполезны сами по себе, может быть пустой затеей. Скорее всего, инопланетяне посылают друг другу узконаправленный сигнал, который вряд ли возможно перехватить случайно, если только они не направлены прямо к нам на Землю. По мнению Майкла Хипке, человечество давно уже могло зафиксировать слабый сигнал технологически развитой цивилизации, освоившей квантовые коммуникации. Просто существующий подход к этому не способен их распознать. Инопланетяне могут сознательно выбрать скрытый канал связи, чтобы оставаться незамеченными, для более примитивных разумных существ. Кроме того, межзвездная квантовая сеть может возникнуть в результате достижения продвинутыми цивилизациями квантового пространства и будет служить таким экзотическим целям, как распределенные квантовые вычисления. Кроме того, квантовые каналы связи защищены от прослушивания и способны передавать больше информации за единицу времени, чем обычные. Поэтому, естественно, ожидать, что цивилизация, с которой мы можем установить контакт, будет использовать квантовые технологии. Правда, чтобы поймать квантовые сигналы, нужно иметь квантовый приемник, а их пока у нас нет. В то же время, Хипке полагает, что и имеющегося оборудования достаточно, чтобы отыскать в свете звезд признаки квантового запутывания фотонов, пусть и с разрушением содержащейся в них информации. Возможно, стоит нам использовать новый подход, и Вселенная перестанет молчать. Хотя поиски таких квантовых сигналов будут очень сложными. Физик Стивен Хокинг предупреждал, что искать инопланетян – это глупая затея, поскольку мы не знаем точно, будут ли они дружелюбными к нам. Популяризатор науки Матио Каку уверен, что Земле следует оставаться в тени, потому что риск слишком велик. Тот факт, что гипотетическая цивилизация будет технологически более продвинутой, несет для нас потенциальную угрозу. Даже если сами инопланетяне не будут к нам относиться враждебно, никто не знает точно, какими социальными, экономическими и моральными последствиями обернется для нас подобный контакт. Также неизвестно, какую роль сыграют чужие технологии. Встреча с внеземным зондом, случайно попавшим в Солнечную систему, может ограничиться наблюдением на расстоянии, а может закончиться катастрофой, если такой зонд будет способен размножаться. Если речь идет об искусственном интеллекте, то ситуация может стать еще опаснее. Философ Ник Бостром прогнозирует, что в будущем человечество сможет построить машинный суперинтеллект, который во всем будет превосходить мозг человека. Это влечет за собой новые угрозы, которые, по мнению некоторых специалистов, являются принципиально опасными, так как человек по определению не сможет держать такой суперинтеллект на коротком поводке. Предполагая, что развитые инопланетяне уже пересекли эту черту, мы получаем еще более пугающую картину, что любая старая и технологически развитая цивилизация, с которой человечество, скорее всего, встретится, на самом деле управляется или даже полностью состоит из искусственного интеллекта. По-другому пессимистическому сценарию, называемому сети-атакой, опасным может быть даже радиосигнал, в котором закодировано вредоносное сообщение или инструкция по созданию враждебно настроенных систем. Подобный сценарий описал астроном и космолог Фред Хойл в своем научно-фантастическом романе «Андромеда». В любом случае, экстраполировать человеческое поведение на чужеродный разум было бы ошибкой. К сожалению, в области поиска внеземного разума остается еще слишком много неизвестных, и пока что лишь писатели-фантасты комфортно чувствуют себя, придумывая различные сценарии контакта. Ну а мы, поднимая глаза в ночное небо, где-то в глубине души понимаем, что в бесчисленном количестве видимых нам звезд точно есть кто-то еще. А где-то, очень далеко за бескрайними просторами космоса, в то же самое время, на неизвестной нам планете стоит и смотрит в небо неизвестная нам форма жизни, рассуждая о том, одиноки ли они во Вселенной. Так как они отправили на нашу планету очень много сигналов, которые мы принимаем за метеоры, и до сих пор не получили никакого ответа от нас, думая, что наш мир совершенно безжизнен. Напишите, что вы думаете об этом. Спасибо, что были со мной. Здоровья, мира и процветания вам и вашим близким. Пока.